Здравствуйте, ребята! Начинаем урок русского языка. Тема урока – повторение. Сегодня мы будем заниматься повторением. Повторим все, что мы уже знаем о союзах, антонимах и глаголах. Я приглашаю вас в путешествие по океану знаний. Эта чудная страна лишь мечтателям видна. Если очень захотеть, чудо можно разглядеть. Я предлагаю сначала проверить вашу домашнюю работу. Дома вы работали творчески. Вы писали сочинение о щенке. Хочу напомнить вам план к этому сочинению. Итак, рассмотрите картинки. Щенок остался один. Его нашли девочки. Принесли домой. Обогрели и накормили. И щенок счастливо уснул у них в комнате. План. Один на улице. Девочки пожалели щенка. Большая радость. Щенок обрел друзей и дом. Если вы написали сочинение в тетради, вы можете переписать его и на большой формат. И написать красивую творческую работу. Оформить ее рисунками красивыми, ярким заголовком. А потом эту работу поместите в свою творческую папку. Я уверена, что у вас есть папки ваших творческих работ. Итак, ребята, корабль готов. Но чтобы сесть на этот корабль, нам нужно получить билет. Давайте выполним фонетический разбор слова «корабль». Произнесите по слогам. Корабль. Поставьте ударение в этом слове. Запишите в квадратных скобках звуки, которые мы слышим при произношении этого слова. Корабль. А теперь давайте дадим характеристику каждой буквы. Буква «к» обозначает звук «к». Это согласный, парный, глухой, твердый звук. Буква «о» обозначает звук «а». Это гласный, безударный звук. Буква «б» обозначает звук «б». Это гласный, ударный звук. Буква «б» обозначает звук «б». Согласный, парный, звонкий, твердый звук. Буква «л» обозначает звук «ль». Согласный, непарный, звонкий, сонорный, мягкий звук. Буква «мягкий знак» не обозначает звука. Давайте посчитаем. В этом слове семь букв, шесть звуков, так как мягкий знак не обозначает звука. Два гласных, четыре согласных и два слога, так как в слове два гласных. Мы получили билетик и теперь поднимаемся на корабль. Знакомимся с картой нашего путешествия. Посетим остров Антонимов, затем остров Союзов. Заглянув на остров Глаголов, вернемся домой. Поехали! Итак, первая остановка. Остров Антонимов. Что мы знаем уже об Антонимах? Давайте вспомним, ребята. Антонимы имеют противоположные значения. Антонимы делают речь богаче, выразительнее, занимательнее. Антонимы могут быть словами в разных частях речи. Поработаем. Нам нужно набрать команду. Подберите слова, противоположные по смыслу к данным, используя слова для справок. Какой нам нужен матрос в команде? Злой не нужен, нужен добрый. еще какой нужен матрос? Робкий? Не возьмем такого. Нам нужен смелый матрос. А ленивого возьмете, ребята? Конечно, нет. Подберем противоположное слово. Трудолюбивый матрос. Безвольный? И такого мы не возьмем. Нам нужен волевой матрос. Грустный? Конечно, будет с ним неинтересно путешествовать, да? Возьмем веселого матроса. Итак, команду мы собрали. Вы сейчас потренировались, подбирая по одному слову. Усложним задачу. Вам нужно подобрать словосочетание, которое будет являться антонимом к данному. То есть сейчас вы будете подбирать два слова. Первый антоним к первому слову, второй ко второму. Слабый? Наоборот, сильный. Мороз? Наоборот, жара. Что мы получили? Сильная жара. Ближе подойдите, пожалуйста, внимательнее смотрите. Раннее утро. Антоним к слову раннее. Поздний. Утро? Правильно, вечер. Что мы получили? Поздний вечер. Горячий завтрак. Антоним к слову горячий. Готов? А к слову завтрак? Громче называйте. Соединяйте два слова. Что мы получили? Холодный ужин. Добрый друг. И я уверена, что вы сказали злой враг. Веселая встреча. Готовы? Ну тогда хором кричим. Грустное расставание. И с этой работой вы справились. А теперь поработаем с текстом, ребята. Послушайте. Текст называется «Перед дождем». Холодный ветер дует в лицо. Тяжелые облака плывут над островом. Слышатся сильные раскаты грома. Какое у вас сейчас настроение? Немного страшно стало, правда? А какие слова помогли нам прочувствовать? Найдите эти прилагательные. Холодный, тяжелые, сильные раскаты грома. Сейчас я хочу изменить ваше настроение. Но для этого вы подберете антонимы и измените данные прилагательные. Подберите антоним к слову «холодный». Готово. Тяжелые. Молодцы. Сильные. Умнички. Что мы получили? После дождя. Теплый ветер дует в лицо. Легкие облака плывут над островом. Доносятся слабые раскаты грома. Изменилось у вас настроение? Мы чувствуем, как стало тепло, ярко светит солнышко, а раскаты грома унеслись вдаль. Покидаем остров Антонимов. Двигаемся дальше. Следующая остановка на острове Союзов. Готовы, ребята? Вспомните, что мы знаем о Союзах. А Союз сам хочет рассказать о себе. Послушайте, что он говорит. Объединять и связывать стараюсь. Я равных и неравных в нужный час. Порою я совсем не повторяюсь. Порою повторяюсь много раз. Давайте вспомним, что мы выучили о Союзе. Союз — это служебная часть речи. Он не является членом предложения. Союзы не имеют лексического значения. Вспомнили? Давайте выполним такую работу и узнаем значение Союзов в нашей речи. Вспомните сказку «Муха-цокотуха». Помните? В этой сказке есть такие строки. Дорогие гости, помогите. Паука-злодея зарубите. Кормила я вас, поила я вас. Не покиньте меня в мой последний час. Давайте вместо точек вставим Союзы. Прочтите, что получилось. Читайте вместе со мной, ребята. Хором. Готовы? Три-четыре. Дорогие гости, помогите. Паука-злодея зарубите. И кормила я вас, и поила я вас. Не покиньте меня в мой последний час. Как вам кажется, в каком столбике предложения выстроились? Ровнее. Смысл стал стройнее. Во втором нам помогли в этом союзы. Еще одна репетиция. Козявочки под лавочкой, букашки под кровать, не желают воевать. Никто даже с места не сдвинется. А теперь прочтем с союзами. Читаем вместе со мной. Так. Три-четыре. А козявочки под лавочкой, а букашки под кровать, не желают воевать. И никто даже с места не сдвинется. Как вам кажется, в каком столбике текст стал стройнее? Правильно. Во втором. Значит, союзы в речи очень нужны. Они связывают слова. Давайте выполним вот такую работу. Я думаю, что вы все знаете пословицы. Вспомните, как звучат эти пословицы и какие союзы пропущены в них. Доброе дело в воде не тонет. Какие мы знаем союзы? И, а, но, да. Выберите из этих союзов тот, который подойдет. Доброе дело и в воде не тонет. Еще раз напомню. И, а, но, да. Выбираем из этих союзов. Ум. Да, разум надоумят сразу. Мир освещается солнцем, а человек знанием. Вы видите, что союзы нужны для связи слов. Союзы связывают члены предложения. Запомните, ребята. А теперь мы поработаем над работой, которую не смогли выполнить пираты. Они не знают правил русского языка. Ведь все они живут на острове Безграмотландии. Рассмотрите таблицу. Вот так распределили слова пираты. Давайте исправим ошибки. Имя существительное. Читаем слова. Волна, водоросли и чайка, берег. Правильно ли записали пираты? Найдите лишнее слово. Правильно. И мы отправим последний столбик, потому что в последнем столбике записаны союзы. Второй столбик. Имя прилагательное. Вспомните, на какой вопрос отвечают имена прилагательные? На вопрос «какой», «какая», «какие». Проверяем их работу. Да, морской, красивая, большая. Нашли лишнее слово? Да. Отправляем его в последний столбик, к союзам. Третий столбик. Пиратам нужно было записать только глаголы. А что же они написали? Парит, набегает, но. Вспомните, на какие вопросы отвечает глагол? Что делать? Что сделать? Что делает? Что сделает? Найдите лишнее слово. Слово «но». А теперь проверим. Последний столбик. Зеленеют, раскинулся, белые, и, а, да, но. Найдите союзы. Нашли? И, а, но, да. Убираем лишние слова. Зеленеют отправим глаголом. Слово «раскинулся», что сделал? Тоже глагол. Белая? Какая? Имя прилагательное. Молодцы, ребята. Вы все ошибки безграмотных пиратов исправили. Отправляемся на последний остров. Остров глаголов. Готовы? Нам нужно составить предложение из данных слов. Затем найти глаголы, обозначить число и время глаголов. Первый ряд слов. Водную гладь яркое осветило солнышко. Составьте предложение. Яркое солнышко осветило водную гладь. Ищем глагол, ребята. Вспоминаем вопрос. Что сделало? Осветило. Обозначьте число и время. Глагол стоит в форме единственного числа прошедшего времени. Потому что он обозначает действие предмета. Существительное солнышко стоит в единственном числе. Чайки над белоснежной летают водой. Составили? Вот что получилось у меня. Над водой летают белоснежные чайки. Найдите глагол. Ставим вопрос. Что делают? Летают. Обозначим число и время. Летают сейчас, в настоящем времени. Их много. Чайки. Значит, напишем множественное число настоящего времени. Следующее предложение. Вдали дельфинов увидеть можно. Составили? Вдали можно увидеть дельфинов. Что сделать? Увидеть. Можем ли определить число? Нет. Увидеть. Когда? Сейчас. Потом. И это мы не можем сказать. Вспомните, что глаголы, которые отвечают на вопрос «что делать?», «что сделать?», это глаголы в неопределенной форме. Посмотрите, как я подписала этот глагол. И еще одно предложение. Горячего замки из возводим песка мы. Подумали? Мы возводим замки из горячего песка. Что делаем? Возводим. Возводим сейчас. В настоящем времени. Возводим мы. Нас много. Множественное число. Еще раз проверьте работу. Вы прекрасно справились и с этой работой. И мы покидаем остров глаголов. Возвращаемся домой. Спасибо вам большое за работу. Вы сегодня трудились, как самые смелые и отважные матросы. Запишите домашнее задание. Выполните упражнение 319 на странице 128. На этом урок окончен, ребята. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Кубкова Субтитров А.Семкин